Добрый день, уважаемые коллеги. Очень логичная у нас такая последовательность докладов. И, конечно, проблема антибиотикорезистентности, актуальность ее не вызывает сомнения. И уже предыдущий докладчик бестяще это показал. И вот идея применения бактериофагов, она снова сейчас получила новый виток такой обсуждения, актуальности. И я не говорю, что это то, что всем нужно сейчас бросаться и делать, но сейчас есть определенные подходы к тому, как можно бактериофаги использовать. Есть конкретные продукты, которыми можно пользоваться. И мы, как научная организация, в первую очередь имели возможность пилотные исследования по этой теме провести и хотели бы с вами этими результатами поделиться. Мы в предыдущем докладе говорили о медицинской проблеме, но эта проблема и на государственный уровень очень серьезно вынесена. И даже занимается проблемой Совет Безопасности Российской Федерации. У нас есть стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности. И в этой стратегии есть отдельный пункт, посвященный разработке регламентов применения бактериофагов. Не только в медицине, но и, естественно, в ветеринарии, в растениеводстве, поскольку эта подпитка для антибиотикорезистентности очень значимая. И факторы резистентности во многом оттуда к нам и приходят. Что такое бактериофаги? Я кратко напомню. Это на самом деле, несмотря на то, что мы об этом не думаем, но одна из самых распространенных форм жизни. Бактериофаги – это вирусы, которые уничтожают бактерии, как следует из названия. И они природой созданы, их численность примерно совпадает с численностью бактерий. И созданы они для контроля популяции бактерий. Около 10-24 степени бактерий инфицируются бактериофагами каждую секунду. Для эукариотических клеток бактериофаги нейтральны. Они могут участвовать в переносе определенных факторов резистентности. Это минус, это надо обсуждать отдельно. Но бактериофаги, нужно понимать, когда вы их, например, ингалируете, они в течение 10-15 минут попадают в кровоток и населяют все возможные эукариотические клетки. Это доказано в фундаментальных исследованиях. Пеноцитозом они захватываются и проходят через клетку. И очень важно, и об этом, я думаю, более детально о нашем микробиоме, этому посвящен следующий доклад. Конечно же, бактериофаги – это важнейшая часть нашего микробиома. То, что называется в биологии вером, и часть верома, состоящая из фагов, называется фагом. Это во многом такая закрытая тема, плохо изученная. Но нужно понимать, что наш микробиом – это не только кишечник и не только бактерии. И не столько бактерий. Цикл понятен. И вот здесь, почему я показываю, здесь не стоит это обсуждать, потому что все из института, естественно, это знают. Что очень важно понимать, какими фагами вы пользуетесь. Мы смогли провести это пилотное исследование, поскольку у нас появился такой коммерческий исследовательский партнер компании «Микромер», которая занимается производством этих препаратов на очень серьезном уровне, на уровне сертификации лабораторий по GLP. Потому что, конечно же, концепция «один фаг – один микроб» уже не работает. Из-за этого провалились многие исследования. Известное рандомизированное исследование по применению фагов для лечения синегнойной инфекции как последствия ожогов. Понятно, что подобрали бактерию фаг, уничтожили синегнойную палочку, выросли другие микробы. И в итоге никакой клинической эффективности это не получили. И очень важно, что у вас в препарате. Не только фаг, подобранный к микробу, к штамму микроба. А мы же говорим, пока, конечно, это не реализовано и в нашем центре в том числе. Но мы говорим об идее технологии адаптивной фаготерапии. Пока мы провели пилотное исследование, но мы уже сейчас видим, у нас очень тяжелая категория пациентов. На базе НИИ общей реаниматологии у нас, естественно, фундаментальные исследования в основном проводятся. А в клинике это пациенты в хронических критических состояниях. Отдельная секция будет дальше этому посвящена. Это последствия инсультов, травм, это вегетативные состояния, разные уровни нарушения сознания. Это длительное пребывание в отделении реанимации. Это высокая резистентность. Это рецидивирующие, но закамиальные пневмонии, естественно. И поэтому у этих пациентов, естественно, фагорезистентность нарастает тоже очень быстро. И мы понимаем, что нам нужно использовать очень качественный препарат. А что значит качественный препарат? Что это те бактериофаги, которые являются литическими, а не умеренными. Умеренный факт встраивается в клетку, будет в ней сидеть. И вот как раз тогда он и будет распространять эти гены антибиотикорезистентности. Факт должен лизировать бактерию. Это задача микробиологов подобрать такой препарат. И, естественно, препарат приходится, мы уже даже на уровне пилота увидели, что за 14-28 дней появляются новые штаммы, нарастает фагорезистентность. У нас есть в рамках исследования возможность, забегая вперед, сразу скажу, адаптировать состав препарата. И сейчас, сразу же, чтобы не забыть это сказать, поясню, что этот препарат, о котором мы будем говорить, это не реклама, это комплексный препарат бактериофагов. Бактериофагов, производитель будет пытаться взаимодействовать с Минздравом и регистрировать его в качестве препарата. Мы же его изучали в рамках научного исследования. Но актуальность этой темы назрела. Есть очень большая фундаментальная база по фагам. Есть даже исследование, что здесь показано, что препараты бактериофагов разрушают биопленки, то есть могут проникать в них и воздействовать на биопленки. Их великое множество. Исследований тоже великое множество только за период с 2008 по 2021 год. Фундаментально очень хорошо изучено. И вообще, многие из нас помнят и знают, что это открыто было ДРЛ в институте Пастера. И Франция, Грузинская республика, а сейчас Грузия отдельно, и Советский Союз, это были мировые лидеры, остаются мировыми лидерами по вообще применению бактериофагов. Может быть, и отчасти это связано с тем, что мы три точки в мире, Российская Федерация, Грузия и Франция, где они разрешены клиническому применению. В Грузии очень серьезный институт ИЛИАВ, который этой проблемой занимается. У нас тоже достаточно много центров этим занимаются. Но и FDA сейчас в том году уже дало разрешение на экстренное применение фаговых препаратов для лечения бактериальных осложнений при COVID-19. Все эту проблему осознают. Эта проблема крайне актуальна. И понятно, что мы должны двигаться по пути создания новых антибиотиков, контроля антибиотикорезистентности. Но мы видим, что мы заходим в тупик. И тупик с COVID-19 проявился еще более актуально. И мы понимаем, что это все практически бесперспективно. Нужны какие-то новые подходы. Возможно, бактериофаги нам как-то отчасти в этом отношении помогут. Мы еще в 2018 году сотрудничали в этом направлении с Институтом Склифосовского. И тогда была интересная работа, которая была представлена на Сепсис-форуме, как раз в Институте Пастера, на тему эндогенных фагов. На тему как раз части фагов, которые являются частью нашей микробиоты. И в очень маленькой выборке было доказано, что наличие эндогенных фагов, например, клепсиелик, синегнойной палочки, влияет в определенной степени на летальность пациентов, если эта инфекция вызвана соответствующим микроорганизмом. Это тоже очень маленькое было исследование. К сожалению, сложно делать какие-то из этого выводы. Но сейчас мы провели пилот для оценки безопасности и эффективности вот этого комплексного препарата бактериофагов. Это было исследование на небольшой группе, до 100 пациентов, проспективное, нерандомизированное, открытое, параллельное в наших отделениях реанимации. Мы включали пациенты в хроническом критическом состоянии, которые несколько месяцев находятся в отделении реанимации, на ИВЛ. Целый комплекс у них инфекций. Мы сосредоточились на пневмонии. И, конечно же, никто не ставит, в принципе, неправильно в исследованиях, например, по пневмонии, ставить в качестве конечной точки летальность у реанимационных пациентов. Это уже всем понятно, потому что много других причин, это многофакторный показатель. Для нас было, по крайней мере, важно снизить частоту рецидивирования пневмонии. У нас есть пациенты, которые больше года находятся в отделении реанимации, с которыми удается работать очень хорошо с точки зрения неврологии, реабилитации, но мы понимаем, что инфекции этот процесс сильно-сильно осложняют, и антибиотикорезистентность очень высока. У нас было 83 пациента, из них группа с антибиотиками, стандартная группа, то, что реально происходит в стационаре, и 43 пациента, две подгруппы антибиотики плюс фаги и чистые фаги. Еще раз подчеркну, что это, естественно, препарат называется бронхофаг, это смесь фаголизатов. Мы использовали стандартный препарат, сейчас мы уже адаптируем состав, потому что понятно, что клепсиела у нас не одна, их несколько штаммов, и к ним нужно подбирать бактериофаги. К некоторым, к сожалению, например, к бурхальдерии, к стенотрофомонос не удается подобрать бактериофаги, это вопрос уже такого фундаментального поиска. И, конечно же, это научное исследование, это было утверждено на ученом совете, этический комитет, решение консилиума, информированное добровольное согласие родственников или законных представителей, поскольку это препарат пока что не зарегистрированный. И, конечно, очень приятно, что мы работаем и с Минздравом в этом отношении, поскольку вообще вопрос назрел и в Министерстве здравоохранения, не только в отношении фаговых препаратов, но и в отношении большой группы препаратов, когда нужно регистрировать препараты или технологии лечения с непостоянной структурой, с непостоянным составом. Мы понимаем, что зарегистрировать просто стандартный фагосодержащий препарат с 50 фагами, он будет работать в нашем стационаре в течение двух недель, и дальше его можно выбрасывать. Это бесперспективно. То есть нужны другие подходы к вообще самой реализации процесса регистрации препаратов. Это тоже такая большая работа сейчас идет, но она очень завязана, конечно, на правовые многие аспекты. Пациенты были статистически сравнимы. Следует, конечно, признать, что пациенты в группе, где были чистые бактериофаги, поскольку исследование не рандомизированное. Конечно, они несколько были легче, вы это видите, по тяжести, потому что отбор неизбежный, если пациенты не заслеплены, неизбежно это происходит. Крайне важно, что мы просто проведением исследования совершенно поменяли и актуализировали психологию работы наших врачей, анестезиологов, реаниматологов. Они стали больше задумываться о том, что иногда антибиотики можно не назначать, иногда их действительно можно отменить. О том, что прокальцитонин это не просто рутинный какой-то тест, а он для чего-то нужен. Это очень важный момент, который происходит в формате любого исследования. В отношении клинических показателей мы получили несколько меньшую потребность проведения ИВЛ в 14-м суткам в группе, где применяли бактериофаг. И в группе, где 1А, это группа сочетания бактериофага и антибиотиков. Небольшие очень группы, но тем не менее, вы видите, что процент повреждения легких по КТ, это нам коллеги в Институте рентген-радиологии, примерно так же, как с COVID-19 методика обсчета, также смотрели и пневмонии, процент повреждения легких уменьшался. Очень важный для нас вопрос безопасности, потому что здесь мы, конечно, в пилотном исследовании оценивали, в первую очередь, не эффективность, а безопасность. Вы видите, что уровень прокальцитонина во всех группах был крайне низким и не повышался, даже на фоне отмены антибиотиков. То есть уже важный шаг, что мы можем отменить антибиотики и использовать другие стратегии. Это крайне важно. Вообще у наших пациентов уровень прокальцитонина достаточно низкий, а вот уровень ЦРБ, вы видите, базовый у всех очень высокий. Они находятся в состоянии такого гипервоспаления, что не является патофизиологически плохой ситуацией, на самом деле тоже некоторая адаптивная реакция. Но мы видим, что достоверного какого-то прироста уровня ЦРБ даже в случае отмены антибиотиков и, что важно, в случае назначения бактериофагов, то что же такие опасения были, мы не зарегистрировали. Чуть сложнее в отношении микробиологии. На этапе включения у нас все возможные возбудители были, потому что к нам со всей России, со всей Москвы, из регионов пациенты эти стекаются. Поэтому антибиотикорезистентность очень высокая. По данным классической микробиологии мы видели элиминацию в течение 14 суток ряда проблемных возбудителей без достоверной какой-то динамики. Синегнойная палочка, ацинетобактер, эклипсиела. Но, естественно, они динамически менялись на другие возбудители, поэтому нельзя сказать, что достоверно по данным классической микробиологии что-то мы зарегистрировали в этом пилоте. И вы видите, что исходно у всех пациентов очень высокий уровень ДНК генов карбопенемаз, КПС, Окса-48. И в группе, где закономерно, в той группе, где сочетание происходило применение антибиотиков и бактериофагов, был прирост содержания карбопенемаз. Но прироста не было на фоне применения чистых бактериофагов. Это тоже вещи, о которых все время говорят, что фаги стимулируют развитие резистентности, потому что традиционно все воспринимают фаги как векторы для переноса генов антибиотикорезистентности. Но риск развития резистентности на фоне применения бактериофагов сходит к нулю, если вы используете действительно литические фаги. В отношении молекулярных методов, это ДНК микроорганизмов, мы видим на седьмые сутки естественный прирост содержания ДНК, что можно связать с банальным лизисом этих бактерий, поскольку это полимеразная цепная реакция. Таким образом, безопасность, это не этап доклинических исследований для Минздрава, это наше научное исследование, которое я считаю достаточно интересно для иллюстрации этой концепции, идеи применения бактериофагов. И, конечно, мы эту работу будем продолжать. Мы убедились, что это безопасно, мы убедились, что отчасти это эффективно, по крайней мере, это не уступает антибиотикотерапии. У нас есть возможность в ряде случаев отказываться от антибиотиков и работать бактериофагами с условием их подбора, с условием применения вот этой технологии адаптивной фаготерапии. Мы видели несколько меньшую потребность ВВЛ к 14-м суткам, прошу прощения, в группе с применением фагов, снижение степени повреждения легких, пневмонического повреждения по КТ к 21-м суткам, не видели роста антибиотикорезистентности, либо накопления, распространения генов корбопенемаса, металлобеталоктомаса. Это то, что касается нашего исследования, но есть перспективы и дальнейшие. Мы сейчас продолжаем эту работу и, конечно же, надеемся, что мы уже входим в формат взаимодействия с Минздравом, в формат доклинических и, вероятно, первой фазой клинических исследований. Но эта идея значительно шире с бактериофагами. Это, конечно, не панацея, но вы видите, что, например, в Соединенных Штатах Америки разрешен один из бактериофагов как вектор для переноса антигена вакцинного. То есть фаги можно использовать как векторы для ковидной вакцинации. Более того, мы сейчас запустили проект и пока не готовы представить результаты. Здесь, скорее, команда реабилитологов наших будет это представлять, поскольку мы центр реаниматологии и реабилитологии. И мы на разных этапах, начиная с отделения реанимации, занимаемся процессами реабилитации. Естественно, комплексные препараты бактериофагов. И здесь очень важно, что они комплексные. С точки зрения биологии и микробиологии, это хорошо показано во многих исследованиях. Именно вот это комплексное воздействие на микробиоту легких, кишечника, смотря куда вы их применяете, оно как раз и ценно. В рамках постковидной реабилитации, конечно, это достаточно интересно, но пока нужно это лучше анализировать и понимать критерии оценки эффективности. И что самое главное, точки приложения. Потому что о микробиоте мы говорим, у нас есть в НИОРе подходы к оценке того, что происходит с микробиотой, с позицией ароматических микробных метаболитов. Но, тем не менее, нужно это анализировать дальше. И более того, и не подумайте, что я забыл прописные истины из учебника по микробиологии, есть абсолютно фундаментальные данные, которые называются эффект вирусной интерференции, которые доказывают, они описаны в фундаментальных работах по бактериофагам, в том числе наших отечественных работах. И вирусы, бактериофаги могут конкурировать в эукариотической клетке с другими вирусами. Это доказано в отношении вирусов гриппа, в отношении аденовируса и в отношении нового коронавируса. Поэтому косвенно бактериофаги могут работать как противовирусные средства. Не напрямую воздействие с вирусом, а вот через эти достаточно косвенные сложные механизмы. Поэтому здесь тоже большая идея, заложенная перспектива. И в Европе, во Франции, в США обсуждается этот вопрос. Запуска клинического исследования таких комплексных фаговых препаратов на стадии острого ковида. Потому что понятно, что с ковидом ситуация достаточно тяжелая. И не до конца мы все понимаем, что происходит. И, конечно, эффективность наших реанимационных мероприятий и лечения в целом оставляет желать лучшего. Пока нужно работать дальше и изучать дальше. Поэтому здесь идея большая, заложенная. Ну и завершая свой доклад, я хочу еще раз и в этой большой аудитории отметить, что у нас особый очень год для нашего института. Нам 85 лет в этом году. Институт общей реаниматологии был основан 19 октября 1936 года, как небольшая лаборатория в составе института нейрохирургии. Сейчас много этапов мы прошли. И мы сейчас функционируем в составе большого клинического научного центра ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии. 19 октября у нас будет торжественное заседание ученого совета. У нас 20 ноября специализированная, может быть, кому-то из ваших коллег это интересно, конференция по экспериментальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, лабораторных животных. Те, кто занимаются экспериментом, мы достаточно большую аудиторию собираем. Ну и наша большая конференция, многие из вас в ней принимают участие. Надеемся, что получится в очном формате, но точно будет трансляция. Прошу прощения, конференция жизнеобеспечения при критических состояниях 12 и 13 ноября. И благодарю за внимание.